То, что происходит с Олегом, произошло и происходит. Это абсолютное средневековье. Боюсь, что ничего нового в этом нет. Это не подкупает какой-то своей новизной оригинальностью, то, что происходит и произошло. Уже были примеры в истории, когда душилась свобода мысли, просто мысль отправляли за решетку художников и мыслящих людей, которые думают иначе. Это абсолютно показательное выступление. Вопрос в другом, восторжествует ли когда-либо справедливость и виновные будут наказаны, боюсь, что нет. Потому что этим людям, которые вершат сегодня судьбы миллионов людей, видимо, эти сантименты неведомы. Потому что это игроки, это игроки большого казино, большой рулетки. Просто эти мысли и чувства не посещают и головы, и души. Вот. И многое сошло уже с рук. И 33-й, и 37-й, и 39-й, и многое-многое другое. Избитые самолеты, и аннексия, и война. В том числе и Олег Сенцов. Важно другое, наверное, чтобы Олег, которого лично я не знаю, никогда не видел. Я видел его картину Гомер. Она была в конкурсе одесского фестиваля. Я был тогда в отборе национального конкурса и увидел ее. Я не буду сейчас говорить о картине, но внешний облик Олега, его глаза, его лицо все-таки говорят о том, что он человек сильный, он это все выдержит. И я верю в это. И я надеюсь, что когда-нибудь мы будем аплодировать Олегу, который будет подниматься на сцену этого зала или другого. Я думаю, что ему очень сейчас непросто, непросто его семье. Я не хочу, чтобы освободили Олег Сенцов. Я думаю, что его освободят рано или поздно, и он все выдержит. Олег Сенцов Олег Сенцов Олег Сенцов Олег Сенцов Продолжение следует...